Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим куриные рулетики с творожным сыром, а на гарнир отварной рис. Итак, для приготовления нам потребуется 400 грамм курицы без костей. Я взяла мясо бедрышек, можно взять куриное филе. У меня уже здесь 5 бедрышек, я их разрезала вдоль, чтобы они были более плоскими. Также нам потребуется 140 грамм творожного сливочного сыра, 2 дольки чеснока, смесь перцев, можно любые специи использовать и соль. На гарнир у меня будет отварной рис, я взяла 2 мультистакана, это 300 грамм длиннозерного риса. Итак, я взяла филе бедрышек, чуть-чуть срезала так, чтобы был пласт более однородной толщины везде. Теперь посыпаем это филе, у меня получилось 5 штучек в 400 граммах, смесь перцев, можно использовать приправу для курицы, то есть любые специи. Примерно пол чайной ложки, можно чуть больше, у меня просто будут есть дети, поэтому специи использую не очень много. Далее измельченный чеснок, чеснок стараюсь нанести на все, по чуть-чуть, чтобы было везде. И прямо размазываем, втирая как бы. Далее посыпаем солью, неполная чайная ложка на всю курицу. Если вы будете использовать куриное филе, обычно в 400 граммах это 2-3 штучки, вы также разрезаете вдоль и у вас получаются тонкие пласты курицы. Получается вкусно как с филе, так и с бедрышками, с бедрышками просто получается более сочно. И далее наносим творожный сыр. Распределяем сыр так, чтобы он был везде, но не очень толстым слоем, чтобы было удобно скручивать рулетики. И теперь аккуратно скручиваем рулетиком. При необходимости рулетики можно будет заколоть зубочисткой. Ну в принципе они вот и так держат форму. На дно корзины пароварки я постелила бумагу для выпечки, поэтому если сыр будет вытекать, то большая часть останется на бумаге для выпечки. Рулетики куриные уложила в чашу пароварки. В чашу мультиварки я выложила промытый рис, добавляю чайную ложку соли, добавляю 480 миллилитров холодной воды, это 3 мультистакана. Сверху устанавливаем корзину пароварки. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме рис, крупы. Если у вас выставляется время, тогда необходимо выстоять 35 минут. У меня время по умолчанию, пока не испарится вся жидкость. Нажимаем старт. Итак, время истекло. Смотрите, рис получается рассыпчатым, рисинка к рисинке. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!